здравствуйте дорогие друзья вас приветствует компания руфер меня зовут рыбаков павел и сегодня я хотел бы вам рассказать о том как не нужно делать сайдинг свой рассказ я разделил на несколько частей первая часть это у нас подшивка лобовой доски открываем первую фотографию на ней видно то что лобовая часть лобовая доска она вообще не подшита и особенно на этой фотографии удивляет то что выделено красным кружочком это вот это вот непонятная дырка и вот это вот непонятная дощечка на второй фотографии сделано две ошибки первая ошибка то что под лист металлочерепицы не был установлен капельник либо по-другому еще называют карнизная планка дождевая вода когда стекает к листу металлочерепицы она имеет свойство завальцовывается в обратную сторону то есть тот момент когда она завальцовывается она попадает на первую обрешетку обрешетка начинает гнить на ней образуется грибок и плесень и все это добро потом у нас оказывается на лобовой доске как вот здесь выделено в красном кружочке вторая ошибка то что вот эта вот пластиковая дефаска она зафиксирована саморезами и зафиксирована суриками и от перепада температур эту дефаску может повезти как сделал нас вот на этой фотографии здесь видно что в красных кружочков эту дефаску зафиксировали финишными гвоздями поэтому здесь она получается зафиксирована здесь она имеет свободный ход поэтому от перепада температур образуются вот такие вот волны что касается коричневых деталей даже в принципе если их делать там стараться супер идеально то есть большая вероятность то что их все равно поведет связано это с тем то что вот эти вот детали они делаются из тонкого пластика он тонкий и длинный поэтому когда попадают солнечные лучи но большая вероятность то что будут образовываться вот такие вот волны в принципе практически на всех дома используют пластиковые дефаски образуются вот такие вот волны поэтому если вас не желание сделать или подшить лобовую часть каким темным цветом то желательно его делать из металла это в принципе как можно делать как можно подшивать правильно лобовую часть то есть сам удачного с нашей точки зрения это вот этот вариант когда лобовая доска она широкая вот значит здесь она состоит из двух частей первую часть это ветровая планка вторая часть это металлическая дефас значит на этой фотографии лобовая доска она не такая широкая поэтому в принципе хватает одного ветровой планки для того чтобы это было красиво и опять же выделили красным цветом саморез для того чтобы его во второй части я хотел бы рассказать про окна открываем первую фотографию здесь строитель допустили такую ошибку верхней часе околоконной планки и боковая часть околоконной планки обе запилены под 45 градусов образовалась вот такая шель и теперь вот эта часть не спасет ни один клей ни один герметик. это так и останется. На второй фотографии сделали точно такую же ошибку строители, только не с около оконопалок, а с наличником. Боковую часть и нижнюю часть они запилили под 45 градусов, нижнюю часть повело, и из-за этого образовалась щель даже еще большего размера, чем на первой фотографии. Здесь просто видно то, что строители допустили ошибку с наличником, и его повело. Наверное, они где-то что-то перекрутили. Значит, вот на этой фотографии и на этой фотографии они были сделаны обе на одном и том же доме. Здесь отлив заканчивается в середине около оконной планки, здесь он заканчивается, выступает за около оконную планку. И вот эта часть, видно то, что она такая черная, ее обрезали болгаркой. Вот эту часть, если ее не обработать или не срезать ножницами, то она будет ржаветь. Значит, вот пример того, как окна должны быть сделаны. Значит, вот эта боковая часть, вот эта боковая часть, она имеет прямоугольную форму, а верхняя часть, она запиливается под 45 градусов, из-за этого никаких щелей здесь образовываться не будет. Откос около оконной планки заходит специально в финишную планку, и отлив заканчивается в одной линии с околоконной планки с этой стороны и с этой стороны. КОНЕЦ В третьей части я хотел бы вам рассказать про сайдинг. Открываем фотографию первую, вторую, третью. Значит, здесь строители допустили одну и ту же ошибку, они перекрутили саморезы. Из-за этого образовались вот такие вот волны. Здесь вот и вот здесь вот. На этом доме они допустили еще ряд ошибок. Значит, одна из этих ошибок это то, что они смонтировали сайдинг не в разбежку, вот эти уши идут, а в одну линию. Это привело к тому, что появились вот такие вот длинные щели. Вот в этом месте, вот в этом, вот в этом месте. Также они допустили ошибку здесь с лобовой частью, вся она какая-то неровная, и допустили также ошибку с угловыми элементами. Значит, здесь у нас ошибка, такое ощущение, что взяли просто молоток и молотком пробили вот эти вот отверстия. Работа сделана неаккуратно. Вот пример, как должно быть сделан, как должен быть обшит дом из сайдинга. Значит, здесь была установлена соединительная планка в цвет, чтобы она была в один цвет сайдингом, и не образовывались вот такие вот некрасивые швы, как было на тех фотографиях. Здесь обратите внимание еще на окна. Значит, окна сделаны, сами наличники сделаны коричневым цветом, откос сделан белым цветом. Так как откос материал это тонкий и длинный, и если его делать коричневым цветом, то на нем будут образовываться волны. На белом цвете таких волн образовываться не будет. Поэтому было принято такое дизайнерское решение, чтобы откосы у нас были белым цветом, а наличники сделали коричневым цветом. Также выделили углы. Угловые элементы взяли от сокольных панелей под камень и установили их вот под этот дом. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok